Отец, мы соглашаемся в молитве, и мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за всех детей там, в этом мире. О, хвала Господу! Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя. Сатана, мы связываем Тебя. Всякий дух, который пытается удерживать этих детей от Царства Божьего и не дает им прозреть, мы связываем Тебя и не спровергаем. Прекрати им препятствовать. Служебные духи Божьи, ангелы, двигайтесь среди них и начинайте служить им. Аллилуйя! Чтобы глаза их понимания были просвещены. Просвещены! Хвала имени Господа! Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за это. О, скажу вам, я так радуюсь обоих этих детях. Я так радуюсь! Аллилуйя! Аминь! Вы можете садиться. Слава Богу! Вы принесли с собой сегодня Библию? Давайте обратимся к еще одной сфере хулы, поношения, о которой нужно немного поговорить. Есть страх. Страх. Откройте книгу Неемии, вторую главу, семнадцатый стих. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении или поношении». Давайте откроем тридцать третью главу Иеремии. Иеремия, тридцать третья глава. Серьезная форма стыда. И в свое время мы уже говорили о двух других видах поношения. Хулы. Ну вот то, что происходит постоянно. Рожденные свыше, крещенные Духом Святым верующие. Которые стыдятся на публике того, кто они. Стыдятся того, чем благословил их Бог. Стыдятся. Вы едете по платной автотрассе, вы слушаете кассету с проповедью, вы восклицаете «Аллилуйя! Аминь!» И вот вы подъезжаете к пункту оплаты за дорогу и приглушаете эту проповедь так, чтобы этот человек точно ее не слышал. На вас сходит чувство поношения, укора. Вы меня сейчас слушаете. Чувство стыда. А что кто-то может подумать? Что люди в церкви могут подумать? Ну, я не хочу порочить Бога. Тогда как все это время дело было совершенно не в этом. Вэлл Гун, вы не хотите быть опороченными на публике. И вы не хотите, чтобы эти язычники думали, что вы не такие языческие и крутые. Это серьезное поношение. Позволять Богу терпеть это поношение, пока вы его не терпите. И это возвращается к тому, когда вы знаете, что говорит об этом Слово Божье. Но делаете это по-другому, потому что не хотите плохо выглядеть в чьих-то глазах. Вы меня слушаете. Зачастую вы не осознавали, что этим вы порочили Бога. Но так и было. И особенно в глазах других людей, которые все равно вас знают. Они знают, кем вы являетесь, что вы являетесь. Но затем вы в этом не осознаетесь. И где-то на собрании вы... О да, аминь, аллилуйя, слава Богу, да, о, аллилуйя. Но затем вы выходите на улицу и... Вы наклеиваете свою маленькую наклейку со словами «Иисус Господь не на входную дверь, а на выходящую на задний двор». И неважно, как это выглядит для Бога, до тех пор, пока это не порочит и не позорит меня. Итак, давайте посмотрим, что говорит об этом Бог. Как это выглядит для Него. Я хочу знать и делать то, что в Его наивысших интересах. Поскольку если я буду руководствоваться Его наивысшими интересами, то здесь есть два момента. Говорю вам, это не что иное, как здравый смысл. Номер один. Если это в Его наивысших интересах, то вам в итоге точно будет лучше. И номер два. Возможно, со своим соседом вы будете иметь дело всего несколько лет. А с Богом вам придется иметь дело всю вечность. Я думаю, мы должны увидеть, что хочет Он, Бог, и иметь дело с Ним. С Ним мы проведем гораздо больше времени. Это повлияет на гораздо большую часть вашей жизни. Если вы придете в соответствии с Его мечтой, Его путем, Его жизнью, Его благостью, Его словом, Его кровью, и это все идет рука об руку с этим. Как в прославлении Бога. Ну, знаете, брат Копланд, у меня хвала в моем сердце, но она... Нет, иначе она бы выходила из ваших уст. Именно поэтому Богу нужны люди, которые, не стыдясь, будут прославлять Его. Почему? Библия говорит, что когда мы прославляем Бога, мы останавливаем мстителя. Мы утихомириваем врага. Именно поэтому Бог... Именно поэтому дьявол хочет, чтобы вы прославляли Бога только внутри церкви, с нахмуренным лицом, без всякой улыбки. Дьявол уж точно не хочет, чтобы вы делали это в лифте гостиницы. Но если вы будете развивать это, прославлять Бога, куда бы вы ни шли, прославлять Бога, кого бы вы ни видели, хвала Господу, брат, слава Богу, я имею в виду, со всеми, кого вы знаете, со всеми, кого увидите, и просто делайте это постоянно, и забудьте, что думают все остальные. Мне все равно, что они думают. Их не было там, когда я умирал. Возвал к Богу и родился свыше. Их не было там, а Бог был там. Итак, Иеремии 33 глава. И я предупрежу вас, перед тем, как мы это прочитаем, здесь как раз можно восклицать. О, слава Богу! Послушайте, это девятый стих. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Аллилуйя! Бог говорит, «Для меня это важное имя». Для меня это имя. Для Бога это не является хорошим именем, если вы ездите на машине, которой 35 лет, и у которой уже дыры в днище. Если это самая лучшая машина, которая у вас есть, радуйтесь и говорите, «Это начало чего-то большого». Аллилуйя! Бог сказал, «Соединяйте все это вместе в вере, не манипуляции. Соединяйте все это вместе с верой в семя, а не с верой в большое количество людей». Это делается не так. Вы верите Богу? Это шокировало людей, когда они узнавали, что мы собираем вместе большое число людей для того, чтобы питать их Словом Божьим, силой и освобождением. Этот мир собирает вместе большое число людей для того, чтобы вытянуть из них столько денег, сколько они только смогут. И, к сожалению, должен сказать, что многие христиане делают то же самое. Проповедники, перестаньте высчитывать средний размер пожертвования в своей церкви. Это самое глупое, что вы когда-либо делали. Сделав это, вы просто создали ограничение. Ну, знаете, брат Коплан, средняя пожертвования нашей церкви – 27 долларов 91 цент. И для того, чтобы мы действительно могли пойти и сделать это, у нас должно быть 72 тысячи человек, иначе у нас никогда ничего не будет. Перестаньте это делать. Не принимайте подобного рода мысли. Аллилуйя. Когда люди начинают приводить мне подобного рода цифры и доводы, я говорю им, «Тише, тише, я не хочу это слышать. Я даже не хочу это знать. Я не хочу это знать. Я не знаю, что является средним». Средний – это равное количество хорошего и плохого. Это не среднее собрание людей. Это выдающееся собрание людей. Некоторые из самых больших собраний людей, которые я когда-либо видел, позвольте спросить у вас так, как спросил у меня однажды Бог. Я жаловался, потому что на моем служении в тот вечер было всего человек 50. Я сказал, «Господь, я устал проповедовать 50 человеком». Я… И он сказал, «Я хочу у тебя кое-что спросить». 50 человек – это немного, так? Я ответил, «Да, это немного. Именно на это я и жалуюсь». Он сказал, «Кеннет, что если бы там сидело 50 губернаторов 50 штатов Соединенных Штатов, это было бы большое собрание людей?» Я ответил, «О, да». Он спросил, «Почему?» «Исходя из того, что они представляют». Он спросил, «Что если бы там сидело 50 исполнительных директоров компаний, входящих в первую сотню ведущих компаний мира? 50 ведущих исполнительных директоров на твоем служении?» «Это было бы большим собранием людей?» «О, да». «Почему?» «Исходя из того, что они представляют. Он сказал, Кеннет, о, я знал это, вот оно, он выдаст мне. Он так и сделал, благодарение Богу. Я принимаю эти наставления, поскольку то, что он мне в тот вечер сказал, освободило меня. Он сказал, Кеннет, я посылаю тебя к цвету жатвы всех людей в мире. Это мои люди, которые жаждут моего слова. Они посвящены. Пятьдесят посвященных слову Божьему верующих являются самыми сильными людьми на этой планете. Больше я никогда на это не жаловался. Неважно, если там было всего три человека, я выдавал им так, как я выдавал, если бы там было три тысячи или тридцать тысяч. Это не имеет никакого значения, поскольку это не моя работа, собирать людей или собирать деньги. Моя работа проповедовать Евангелие. Это Божья работа, собирать людей, собирать деньги, что бы он не собирался делать. Аминь. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Есть поношение, которое приходит на нас за то, что мы послушны Богу. Послушны Богу. Иисус сказал, вы получите ныне в этой жизни во сто крат. Евангелие от Марка 10, 29-30. «Среди гонений» — это то же самое, что пытался сделать Елиав, брат Давида, потому что для Бога это хорошее имя. Поэтому Антихрист будет пытаться остановить это. Я закончу следующим. Давайте прежде всего обратимся к 15 главе послания к римлянам. Римлянам 15, 3. «Ибо и помазанный не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя, пали на меня». Он понес наши злословия, поношения. Аллилуйя. Все эти старые вещи, которые делает дьявол, не будут на вас воздействовать, если вы примете Иисуса Христа из Назарета на кресте. Того, кто понес ваше поношение. Аллилуйя. Что ж, давайте взглянем на Псалом 118, 42. 118-й Псалом, 42-й стих. «И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое». Мы отвечаем на поношение Словом Божьим, а не судебными разбирательствами, ни безрассудной ссорой, ни злословием, ни тем, что рассказываем про них более отвратительной историей, чем они рассказали про вас. Аминь. Нет, мы отвечаем на поношение Словом Божьим. Луки 6, 22. Иисус сказал, «Блаженны, или благословлены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, в скобках, и напишут про вас нехорошие книги, и будут называть вас мерзкими людьми веры, мерзкими людьми процветания, называть вас богатенькими проповедниками? Это я! Слава Богу! Все это относится ко мне. Я человек веры. Я проповедник процветания. И я богатый человек. Аллилуйя! Но посмотрите, что сказал Иисус. Они будут поносить вас, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь тот день и возвеселитесь. Мы отвечаем на поношение Словом Божьим. Мы отвечаем на поношение хвалой. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Слава Богу! Мы не занимаемся тем, что щеголяем перед людьми, или ведем себя надменно и высокомерно. Писание говорит, не гордитесь этим. Молчите об этом. Скажу вам следующее. И если бы не Дух Святой, я бы вообще не заводил разговор об этом. Но Дух Божий проговорил к нам. И мы собрали пожертвования и взяли деньги из денег служения и учредили фонд для семей павших офицеров. И пришло время передать эти деньги их вдовам. Я сказал пастору Джорджу, это делает церковь, это работа церкви, понимаете? Я сказал пастору Джорджу, Джордж, пусть никто об этом не знает, пусть ни средства массовой информации, ни кто-то еще об этом не знает. Это не что-то, о чем нужно идти и трубить. Во-первых, найдутся люди, которые попытаются присвоить себе эти деньги. А вы просто идите туда и служите Духом Святым, этим людям. Узнайте, в чем они нуждаются. Помогите им. Аминь. Не обязательно идти и трубить об этом повсюду. Вам не нужна никакая реклама. Просто ходите в Божьих вещах. Ходите правильно, ходите в этом. Я имею в виду, надев джинсы и сапоги, слава Богу, начистите свои сапоги, прежде чем идти в город. Аминь. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Мы представляем царя царей. Аминь. Вот кого мы сейчас представляем. Я закончу сегодня вот этой частью здесь. Я по-прежнему заканчиваю. Я просто заканчиваю концовку. Второе послание Коринфянам. 12 глава. Второе Коринфянам, 12-10. Или даже... Давайте прочитаем 9 стих. Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мое помазание выходит на сцену в немощи, в слабости. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Помазание помазанного «Посему я благодушиствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за помазание. Ибо когда я немощен, тогда силен». Я добавлю к этому. Потому что оно постоянно обитает во мне. Благодушиствуйте или получайте удовольствие за или ради помазания. Понимаете? Получайте удовольствие. Не позволяйте себе получать принимать обиду, поношение. Не позволяйте себе получать гонения. Не позволяйте себе так или иначе оказываться вовлеченными в то, что говорит про вас какой-то фанатик или кто-то еще. Получайте удовольствие. Получайте хвалу. получайте Слово Божье, получайте радость и храните свое помазание. Храните свое помазание. Ради помазания получайте удовольствие, а не поношение. Все, что производит помазание от Бога, будет навлекать на себя поношение от Антихриста. От того, кто против помазания, особенно в сфере Божьей любви. В деньгах. 1 Петра 4,14 говорит, «На вас почивает дух славы, когда вас злословят за то, что вы послушны Богу. Я больше забочусь о бедных, о потерянных, о погубленных, нежели о том, что думает обо мне какой-то язычник или невежественный, необученный член церкви. Я лучше буду приносить хорошее имя Богу. Хорошее имя Богу. Я хочу верить Богу и ходить в Божьих финансах. Ходить в Божьей славе. Мне не важно, что думает там этот мир. Я хочу быть способным и компетентным в благодати Божьей. И быть способным кормить нищих и учить нищих». Как-то раз я отогнал свой самолет на покраску. И ко мне подошел этот глупец. Он был одним из тех, кто должен был его красить. По Писанию он глупец. Понимаете? Он подошел ко мне. И он смеялся и много говорил о том, какой это замечательный самолет, и так далее, пока не узнал, что я проповедник. После этого он разозлился. То есть, если бы я продавал виски и убивал людей, это было бы нормально, понимаете? Узнав, что я проповедник, он сказал, «У проповедника не должно быть такого самолета». Я спросил, «Неужели?» «Да», — ответил он, «У вас не должно быть такого самолета. Вы должны продать его и раздать эти деньги нищим». Это то, что сказал Иуда. Поэтому теперь мы знаем, кто он. Я знаю, какого он духа. Я спросил, «Неужели?» Он ответил, «Да, именно». Я спросил, «Сколько денег вы дали нищим в прошлом году?» «Ну, — ответил он, — «Я говорю не о себе, я говорю о вас». Я сказал, «Что ж, раз вы говорите обо мне, у меня есть право поговорить о вас». Вон тот черный «Шевроле». Это ваша машина?» «Да». Я сказал, «Почему вам не продать ее и не раздать вырученные деньги нищим?» «Позвольте задать вам другой вопрос. Вы знаете, сколько денег я дал нищим в прошлом месяце?» «Нет». Я сказал, «На них можно было бы купить пять таких самолетов». «О-о-о-о», — ответил он. Я сказал, «И мне в действительности все равно, верите вы этому или нет. Но это мой самолет, и он полностью оплачен. И вы работаете на меня, красе его. Хотите, чтобы я его отсюда забрал?» «И вы его не красили и не заработали эти 17 тысяч долларов, которые вы возьмете с меня за его покраску?» «Я просто отвезу его в другое место». «Нет, нет», — ответил он. «Все в порядке. Мы могли бы отдать эти 17 тысяч долларов нищим. На них можно было бы купить много гамбургеров». «Понимаете, мне не важно, что он думает». «Мне важно, во что он верит, потому что я хочу видеть его рожденным свыше. Но я узнал, какого он был духа, когда он вышел с тем же самым предложением, что и Иуда. И я знал, где было его сердце. Я ничего не смог с ним сделать. Поэтому я просто взял власть над тем духом и дал ему шанс получить какую-то информацию». «Понимаете? Я больше забочусь о своей вере, помазании и способностях Божьих, чтобы ходить в вещах Божьих, иметь деньги, чтобы заботиться о нищих, иметь деньги, чтобы проводить подобные собрания, иметь деньги, чтобы транслировать передачи на 566 телестанциях, иметь деньги, чтобы отправить в тюрьмы 500 тысяч Библии. Мне все равно, что думает обо мне этот человек, красящий мой самолет, понимаете? Или все ему подобные. Мне все равно, что они думают. И мне все равно, что думают средства массовой информации. И мне все равно, что думают те, которые считают себя сторожевыми псами служения проповедника, которые только кусают и критикуют других. В Новом Завете я никогда этого не видел. Он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пасторами, учителями и сторожевыми псами. Мне все равно. И это не то, чтобы мне не было до них никакого дела, но я так и не нашел пути того, как служить тем, кто не хочет слушать. Поэтому меня не интересует то, что они говорят. Меня интересуют те, которые будут слушать. Меня интересуют те, которым мы можем помочь, которых мы можем вырвать из ада, из немощи, из болезни, страдания и боли. Аллилуйя. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Открывай твоим людям, что им следует делать. И мы будем послушны голосу Господа. Мы благодарим и прославляем тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем наши Библии на послание к филиппийцам. Итак, согласитесь со мной. Я собираюсь сегодня к чему-то с этим прийти. И я так рад тому, что я к этому приду. Хвала Господу. Мы отлично проведем в этом время, и согласитесь со мной, что я буду течь в помазании и в Духе Божьем. И должным образом. Во имя Иисуса. И мы к этому придем. Слава Богу. Давайте посмотрим третью главу послания к филиппийцам. Апостол Павел, этот человек Божий, перечислил в этой третьей главе все те вещи, которые он использовал, чтобы делать себя преуспевающим. Все его, цитата, преимущества, конец цитаты, те вещи, которые мы посчитали бы жизненными преимуществами, для чего предназначены преимущества? Чтобы помочь вам добиться успеха. Чтобы помочь вам добиться успеха в жизни. Аминь. Вам нужно хорошее образование, чтобы добиться успеха в жизни. И все образование в этом мире не стоит и дырки от бублика. Если вы не знаете Бога, если у вас нет мудрости Божьей, если вы не ходите в вещах Божьих, в Царстве Божьем, вы просто уповаете на что-то, что убьет вас. Я имею в виду, что это в буквальном смысле слово убьет вас. Давайте посмотрим, что он сказал об этом в этой третьей главе. Второй стих. «Берегитесь псов». Писание называет различных людей, осуществляющих определенную деятельность духовными псами. И у духовных псов есть духовные сыновья, и они сыновья псов. Аминь. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Потому что обрезания мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся помазанным Иисусом и Его помазанием, и не на плоть надеющиеся. Вы это поняли? Мы на нее не уповаем. Уповать на деньги — это грех для верующих. И я хочу, чтобы вы... Я хочу начать говорить об этом прямо. Это не что-то нормальное. Ну, знаете, иногда вы делаете это, иногда вы делаете то. Нет, просто честно признайтесь. Это грех. Вы заявляете, что Иисус ваш Господь и Спаситель. Но в вопросе восполнения ваших нужд вы уповаете и надеетесь на всех других. Так вы оказываетесь в действительности в богохульной ситуации. Хорошо. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться, видите это слово «надеяться»? Надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева. Итак, вот его физическое наследие, на которое он надеется. Из колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеев. Вот его образование. И мы знаем, изучая Новый Завет, что он учился при ногах Гамалиила. О, это ставит апостола Павла в первой ряды. Это было очень, очень желательно для иудейского мальчика учиться при ногах Гамалиила. Я имею в виду, что это вот такой вот большой бэдж, на котором написано «Осторожнее я иду». И это приносило преимущество. Приносило духовное преимущество, даже определенное финансовое преимущество. Да, социальное преимущество. Это фарисеи. Вам лучше это знать. Вы везде на виду, куда бы вы ни шли. Все раболепствуют. Конечно, не имеет никакого значения, что они говорят у вас за спиной. Но вы знаете все эти «преимущества». В кавычках. Это важно. Итак, послушайте меня внимательно. Потому что мы к чему-то идем. Вы понимаете? Хорошо. Итак, послушайте. По ревности гонитель церкви. То есть он был в первых рядах, чтобы делать самое популярное дело, которое только можно было сделать в его время и его культуре. А именно, избавиться от всех этих сектантов. Избавиться от них. Это хорошо выглядит и хорошо звучит в прессе. Может, я захочу позже баллотироваться куда-то. Аминь. И все это подобного рода мышление и подобного рода представления. Я имею в виду, это хорошо выглядело. Хорошо звучало. Аминь. По правде или праведности законной, или которая от закона. Непорочной. Но что для меня было преимуществом? Не то, чтобы это не было для него преимуществом. Это было преимуществом. Это имело великую силу. Иисус говорил. Помните, о чем мы говорили на одном из собраний? Иисус, говоря о людях, которые надеются на подобного рода вещи, чтобы получить преимущество в своей жизни, делает что? Ставит себя в такое положение, когда это очень, очень трудно. Иисус сказал, «Как трудно тем, кто надеется на богатство, надеется на плоть, надеется на свои преимущества, чтобы получить в жизни преимущество, как трудно им работать и действовать в своей жизни в том, как все делает Бог». Если вы не можете действовать в том, как все делает Бог, все, что вы делаете, все, на что вы надеетесь, ведет к вашей смерти. Если вы будете надеяться на вашу плоть, это убьет вас. Помышления плотские, говорит Библия, это смерть. Оно может так не казаться. Но неужели вы думаете, что Бог не знает, о чем говорит? Боже мой, друзья, это убьет вас. Это убивает вас день за днем. И проблема в том, что к тому времени, как вы это узнаете, вы уже настолько отклонились от кривой потребной тяги, что не можете вернуться назад. Позвольте мне немного это объяснить для вас. Допустим, вы летите на большом самолете. Я приведу вам пример из личного опыта. Если бы это не был действительно мощный самолет, я бы наблюдал сегодня за этим собранием с небес, находясь в славе. Я вам гарантирую. Отклониться от кривой потребной тяги это снизить скорость самолета и направить его под таким углом атаки, что несмотря на всю его тягу, мощность, самолет начнет падать вниз. Он не будет лететь. Самолет перестает лететь, даже несмотря на то, что все двигатели работают на полную мощность. И можно дойти до такого момента, когда у вас уже не будет хватать тяги, чтобы заставить его снова лететь. Отклоняясь от кривой потребной тяги, можно дойти до такого момента, когда самолет начнет падать. Все ваши пинки и маневры ничего уж тут не сделают. Не стоит до этого доводить. И вы можете дойти до такого момента в духовных вещах. Вы в одно прекрасное утро можете умереть, и даже не знать, как вы умерли. Как-то я заходил на посадку в Коломазо, штат Мичиган. В метель. Я был частью того экипажа. И это был не мой самолет. Однако, это было моей ответственностью загрузить тот самолет. И загрузить его должным образом. Я действительно загрузил его должным образом. И сказал всем, кто был там в той поездке. Послушайте, мы загружены до предела. Поэтому на обратном пути, после того, как мы пробудем там несколько дней, возвращаясь назад, ничего с собой не несите. Не ходите на распродажу домашних вещей. И не покупайте там кучу всякой ерунды, рассчитывая загрузить ее в этот самолет. Потому что у вас не получится ее в него загрузить. Поскольку то, что вы сейчас взяли с собой, это уже максимальный вес. И знаете, большинство женщин берет с собой не то, что им нужно. Проблемы с их багажом возникают не из-за того, что они взяли то, что им было нужно. А из-за того, что они взяли то, что, возможно, им будет нужно. Возможно, мне будет нужно это. Возможно, мне будет нужно то. Это, то. Мы уже говорим о дополнительном багаже, прилагающемуся к этому. И мужчины ничуть не лучше. Они просто не хотят этого признать. Итак, я дал им эти наставления. И вот возвращается один из них. Он сделал именно то, чего я сказал им не делать. Он сказал, ну, Кеннет, это была настолько выгодная покупка. Это был набор клюшек для гольфа. И там был не только набор клюшек для гольфа, но еще и эта корзина, которая крепится сзади машины для гольфа. Вот с такими колесами. Гэри, ты ведь знаешь, каково это паковать что-то в багажный отсек. Ты был пилотом-миссионером. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я хорошенько его отругал. Я все ему высказал. Я сказал, я просил вас этого не делать. Я сказал вам этого не делать. Теперь мне придется разгрузить весь самолет, чтобы впихнуть куда-то этот набор клюшек для гольфа вместе с этой ненужной корзиной. «О, я был далеко не любезен, но я разгрузил самолет и все упаковал». И тот самолет был самолетом, хвост которого стоял на колесе. Когда он стоял на земле, у него было хвостовое колесо, и он стоял вот так. туалет находился в самом конце самолета, в хвосте самолета. Поэтому во время взлета и посадки им не разрешалось пользоваться, чтобы в хвосте не было лишнего веса, потому что хвост не должно было тянуть вниз. Понимаете? И вот мы взлетели и летим. Мы были загружены до предела. Плюс еще этот старый поддержанный набор клюшек для гольфа. Итак, мы подлетели к Каламазу. Шел снег. Мы стали заходить на посадку. Все было нормально. капитан уменьшил обороты двигателя для захода на посадку. Система посадки по приборам начала снижать скорость и обороты двигателя для посадки. И тут хвост самолета завалился назад. так дело не пойдет. Если вы не пилот, вы не знаете, вы даже не представляете, что в такой момент происходит у вас внутри. Такое впечатление, что ваш мозг просто разрывается на мелкие кусочки. О, все не так, когда у самолета заваливается назад хвост. О, нет, 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 нет. Мы вдвоем с капитаном навалились на этот рычаг управления мощностью. Мы прибавили оборотов. Мы хватались за все, что только можно было. За штурвал. Жали на все. Мы делали все, что только могли. И благодарение Богу у нас был самолет с большим запасом мощности. И когда мы наконец могли выровнять самолет, вернуть хвост в горизонтальное положение, вся наша система посадки по приборам кричала, как орел в небе. Мы должны были не давать хвосту заваливаться назад. Мы приземлились. Все было хорошо. И все подумали, что нас немного потрясло, потому что шел снег и одно, и второе. И я сидел там и думал, что я мог сделать, чтобы неправильно загрузить этот самолет. Я знал, куда я все положил. И я думал, из-за чего это могло случиться? Те пассажиры, которые должны были выйти в Коломазу, вышли. Это немного разгрузило самолет. Но я все продолжал думать об этом. Я прошел по салону. Я спросил, был ли кто-то во время посадки в туалете? Нет. Из-за чего это могло произойти? Понимаете, я говорю вам о том, что можно попасть в беду и даже этого не знать. Если вы надеетесь на плоть, вы надеетесь на то, как все делает этот мир. Вы полагаетесь на свои деньги, вы полагаетесь на свое образование или его недостаток. Вы ходите везде и говорите, ну, знаете, я не наделен необходимыми способностями. И Бог призывает вас что-то делать, и вы начинаете говорить Ему, что вы не наделены необходимыми способностями. Это самое глупое, что кто-либо когда-либо делал. Говорить Богу, я не наделен необходимыми способностями, делать то, что ты, Бог, призвал меня делать. Боже мой, Он не ищет кого-то, кто наделен необходимыми способностями. Он ищет того, кто скажет да. Он наделит вас необходимыми способностями. И я подумал, Мне в любом случае лучше заглянуть туда, перед тем, как мы взлетим. О, я открыл дверь туалета. И там был еще один трофей. Распродажи домашних вещей. Переносная кафедра. Уэйн, помнишь эти старые кафедры? Я уже давно их не видел. Но это была обычная полноразмерная кафедра с регулируемой верхней частью. Ее можно было поднимать и опускать. И в нее был встроен звукоусилитель, динамики, микрофон, все. И это было еще до того, как появились современные технологии. Там был ламповый усилитель, который весил килограмм 25, плюс суэта дерева и все остальное. Я вам гарантирую, та кафедра весила килограмм 50. Тот же самый человек. Я отругал его за клюшки с корзиной. Поэтому кафедру он спрятал. Я резким движением вытащил из туалета ту кафедру, обернулся и посмотрел на него, а он пытался спрятаться. О, если бы у меня была такая власть, я бы заставил его добираться до дома на автобусе. Но понимаете, если вы тот человек и смотрите сейчас эту передачу, я не сравниваю вас с дьяволом. Я сделал это тогда, но сегодня я этого не делаю. Но если вы полагаетесь на плоть, и вы мыслите по-плоцки, и ваш разум работает в этом мире, и вы постоянно действуете в той сфере, Во-первых, у вас неправильное представление о Боге. И говорите ли вы о финансах или об исцелении? О чем бы вы не хотели говорить? У вас неправильное представление об этом. Если вы думаете об этом согласно тому, как думает об этом этот мир, именно поэтому люди думали, что они должны были зарабатывать свое спасение. А это не имело с Библией ничего общего. Но люди умудряются читать Библию таким образом, что она звучит подобно тому, что говорит этот мир. Что касается ваших финансов, у вас складывается представление, что... Я приведу вам пример плотской мысли, и большинство людей даже не знают, что она у них была. Вы унаследовали ее с годами, и даже не знаете, что она там. Если вы что-то получите, вы должны это хранить. Нет, не должны. И кто-то скажет, ну, брат Коплан, знаете, мне и моей маленькой семье не так уж много нужно. Достаточно просто сводить концы с концами. Знаете, это послание процветания может и важно для некоторых людей. Вы становитесь очень духовными, когда так говорите. И только я, и моя маленькая семья. Да, аминь. У меня на это есть только одно слово. Простите меня, но у меня просто нет слов, когда дело доходит до такого рода разговоров. Но в основании этого лежит представление. Если вы что-то получите, вы должны это хранить. Неважно, если вам требуется всего 500 долларов в месяц. Я не знаю, что вы будете делать со своими маленькими 500 долларами. Но почему вам не взять и не верить о 10 тысячах долларов и не вкладывать 9,5 тысяч в Царство Божье? А как насчет вашего пастора? Как насчет миссионерской работы? Как насчет того, чего хочет Иисус? Речь ли только о вас и о вашей маленькой семье? А как насчет того, чего хочет Иисус? Но если вы мыслите, как этот мир, вы думаете, ну, только я и моя маленькая семья, и что у нас есть, и чего у нас нет. Это и есть весь мир. Это приходит от этого мира. Они по-другому не мыслят, а мы мыслим. Аминь. Итак, давайте вернемся сюда и посмотрим, что он здесь сказал. Давайте выясним, что он на этот счет сказал. Седьмой стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради помазанного...» Здесь главным образом говорится о его помазании. «Ради помазанного я почел все это щитой». Я избавился от этого. Я потерял это. И я не собираюсь возвращаться назад к этому. Что сделал апостол Павел? Он переложил свое упование. Вы постоянно на что-то полагаетесь. Он переложил свое упование с плоти на дух. И в этом есть процесс. Давайте обратимся к 13 стиху. «Братья, я не почитаю себя достигшим, за исключением одного, как сказано в оригинале». Он сказал, «Я ухватился за одно, забывая заднее и простираясь вперед». Задумайтесь об этом. Сколько лет, по-вашему, он учился для того, чтобы быть фарисеем? Через какую большую обработку прошел его разум, его мозг и его мышление? Я имею в виду, что если вы собирались быть фарисеем, то этот процесс начинался не после того, как вы заканчивали школу. Он начинался еще до того, как вы начинали ходить. Вы шли к этому всю свою жизнь. Как вы можете все это забыть? Сверхъестественно. Точно так же, как Бог забыл ваш грех. Аминь. Точно так же, как Он забыл ваш грех. Благодаря той же силе, тому же Слову, той же крови Иисуса, всему тому же, Бог дал нам силу прощать и забывать. Прощать и забывать. «Ну, я прощу, но никогда не забуду». Нет, вы не простили. Есть симптомы, которые будут подниматься, и с которыми вам нужно разбираться. Прощение начинается с акта вашей воли, а затем через дух высвобождается вера. Как акт вашей воли? Просто послушание Богу. Что ж, я прощаю. Я не буду за это держаться. Иисус сказал это делать. Я буду это делать. Мне не важно, что я на этот счет чувствую. Прощать это повеление, а не просто совет. И тому есть причина. Это не является сегодняшней темой проповеди. Но что касается того, чтобы разбираться с этими симптомами, вы говорите, «Я прощаю этого брата во имя Иисуса. Я отказываюсь держать что-либо против него, как акт моей воли, послушание записанному Слову Божьему. Я прощаю». Затем, через два дня, вы видите этого человека на улице, у вас съеживается весь затылок, волосы встают дыбом, и ноздри расширяются. И вы думаете, «О, Господь, о Боже, я думал, что простил его». «Я думал, что простил его». А вы простили. Теперь сделайте что-то в отношении того, чтобы забыть. Сделайте что-то в отношении симптомов непрощения. Нет, я поступил на основание этого, во имя Иисуса. Я запрещаю симптому этого точно так же, как вы запрещаете симптому немощи и болезни. Даже после того, как вы поверили и приняли то исцеление, которое принадлежит вам. Вы меня сейчас слушаете? Это процесс. Итак, давайте еще немного здесь покопаем. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед». Итак, здесь должно быть простирание вперед. Скажите громко, «Я простираюсь вперед». «Простираясь вперед, стремлюсь». Я прилагаю стремление. Стремлюсь к цели, к почести. Я устремляюсь за чем-то большим, чем все это. Там есть почесть, награда. Там есть жатва. Там мое исцеление. Там мое освобождение. Затрагивается жизнь других людей. Это там. Оно выше моей скорби. Оно выше моего страдания. Оно выше моей боли. Оно выше меня. Я стремлюсь к цели. Я устремляюсь здесь к финишной черте. И там что-то есть. А именно почесть, награда. Я устремляюсь за ней. Я устремляюсь за свободу от долгов, слава Богу. Я устремляюсь за стократным урожаем. Благодарение Богу за 30 и 60 крат. Благодарение Богу за 1 и 2. Аминь. Благодарение Богу за 10. Но я устремляюсь за наградой. Аллилуйя. Как кто-то сказал. Я иду ва-банк. Я делаю все возможное. Я устремляюсь за наградой. Я стремлюсь к цели. Слава Богу. Аллилуйя. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Открывай твоим людям, что им следует делать. И мы будем послушны голосу Господа. Мы благодарим и прославляем тебя за этого. Имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем наши Библии на послание к филиппийцам. Итак, согласитесь со мной. Я собираюсь сегодня к чему-то с этим прийти. И я рад тому, что я к этому приду. Хвала Господу. Мы отлично проведем в этом время. И согласитесь со мной о том, что я буду течь в помазании и в Духе Божьем. И должным образом во имя Иисуса. И мы к этому придем. Слава Богу. Итак, давайте посмотрим на часть этого процесса в 4 главе. Он сказал, не заботьтесь. Прежде всего, в 4 стихе он сказал, радуйтесь. Иаков сказал об этом так. Он сказал, с великой радостью принимайте. Это то же самое, что и радуйтесь. С великой радостью принимайте. Когда впадаете в различные... В синодальном переводе Библии говорится об искушении. Но в греческом тексте слово, переведенное как искушение, дословно означает проверка, искушение и испытание. И дальше Иаков говорит, послушайте, когда вы попадаете в проверку искушения и испытания, пусть у вас не складывается такое впечатление и представление, что это Бог проверяет, искушает и испытывает вас. Он не искушает никого злом. И на предыдущем собрании мы выяснили, что гонения приходят за слово. Сатана пытается остановить слово Божье. И это все соединяется вместе. Иаков по-своему говорит то же самое, что сказал Иисус. И апостол Павел по-своему говорит то же самое, что сказал Иисус. Итак, Иаков сказал это так. С радостью принимайте. Помните? Библия говорит, что Иисус претерпел позор. Ради радости, которая была где? Она была там, впереди Него. Разве мы говорим не о почести? Не о награде? Разве мы говорим не о цели? Разве мы говорим не о высшем звании или призвании Божьем? Когда вы разбираетесь со скорбью, вы разбираетесь с ней не просто для того, чтобы удалить ее со своего пути. Или же, когда вы разбираетесь с немощью и болезнью, вы разбираетесь с ними не просто для того, чтобы удалить их со своего пути. Вы разбираетесь с ними в Слове Божьем, на своем пути к чему-то. А мы на пути к радости. Радость там, она там. Она часть Духа. Она была рождена в вас, когда вы родились выше. Любовь, радость, мир, они там. Они там. Мы устремляемся за ней. Мы нацелены ухватиться за эту радость. Эта радость сокрушит скорбь. Она сокрушит болезнь. Она сокрушит слабость. Она наша сила. Аллилуйя. Мы устремляемся за этим подкреплением. Мы устремляемся за этой силой. Не просто для того, чтобы победить боль в нашем собственном теле, но чтобы покончить с автором немощи и болезни во всем нашем окружении. Итак, я хочу у вас кое-что спросить. Это может показаться глупым вопросом, но это не так. Когда вы утром встаете, вы сразу же начинаете приводить в порядок свое тело, пробуждая его. И приводить в порядок свой разум, пробуждая его, чтобы отправиться на работу. Первым делом, вы начинаете приводить в порядок и приготовить свое тело, чтобы отправить его на работу. Ну, я должен, брат Копланд, потому что, если я не пойду на работу, если я там не появлюсь, я не получу то, что там ко мне приходит. Что ж, да, хорошо, но в духе к вам приходит куда больше, чем на этой работе. Работа — это хорошо. И особенно, если это то место, куда поставил вас Бог. Это хорошо. И вы должны работать как можно лучше. Но почему бы вам не пробудить свой дух и не привести его в действие? Вы тратите все свое время на чистку зубов. На то, чтобы привести в порядок свои волосы, привести в порядок свое тело. Вы должны его умыть. И это хорошо. Мы все рады, что вы сегодня утром это сделали. Но что случилось с тем, чтобы принимать с радостью? Что случилось с тем, чтобы устремляться за радостью? Сила Божья там. Но она будет выходить из вашего духа и из ваших уст. Если вы не заставите свои уста работать над Словом Божьим, тогда вы не получите то, что приходит к вам в духе. А это намного больше всего того, что приходит к вам от вашей работы. В сутках недостаточно часов, чтобы работать достаточно тяжело и долго, чтобы заработать все то, что Бог хочет, чтобы у вас было. Это невозможно. Вам нужно привести в работу свой дух. Давайте обратимся сейчас к четвертой главе этого послания к филиппийцам. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю. Хорошо и так. Раз он сказал это дважды, вам лучше прислушаться. Радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Не заботьтесь. Не беспокойтесь. Слово, переведенное здесь, как «заботьтесь», это то же самое слово, использовано в четвертой главе Евангелия от Марка, где Иисус сказал «посеянные в тернии означают тех, которых заботы века сего, входя в них, заглушают Слово Божье». И оно становится бесплодным. То же самое слово. Там то же самое слово. И оно означает всепоглощающую умственную озабоченность. Что-то, чем поглощен ваш разум и ваше мышление. И вы думаете об этом день и ночь. Это проблема, о которой вы думаете настолько много, что ваш разум просто перегружен ей. Вы думаете о ней постоянно. Вы думаете о ней, ложась вечером спать. Вы просыпаетесь посреди ночи, думая о ней. Если засыпаете, то просыпаетесь утром, думая о ней. Затем она попадает в ваши уста. Это размышление над ложью дьявола. Обычно мы называем это волнением, беспокойством. Это проявление страха, и оно убьет вас. Опасно. Весьма опасно позволять какой-либо проблеме становиться чем-то самым большим в вашей жизни. Поскольку до тех пор, пока она занимает в вашей жизни такое место, вы будете продолжать увековечивать эту проблему. Просто увековечивать ее. Вы станете частью ее. И дьявол будет использовать ваш разум. Он будет использовать ваши уста. Он будет использовать то, что дал вам Бог, чтобы возвести из этого крепость и уничтожить вас с помощью того, с помощью чего вы должны уничтожать его. Итак, он сказал, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда, скажите «всегда», не в 10% случаев, а всегда, всегда в молитве и прошении, с благодарением, с благодарением, хвалой, честью, славой Богу, не просто каких-то несколько минут, всегда, всегда, всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И мир, или целостность, преуспевание, Божий, мир Божий, который превыше вашего ума, или вашего понимания. Я имею в виду, что вы выходите за рамки своего понимания. Вы не будете понимать, как Бог делает вас целостными. Есть определенные вещи, которые работают в ваших интересах и для вас. И вы даже не знаете, что это происходит. Но это постоянно работает там для вас. Потому что вы делаете свою часть. Вы не тратите все свое время, думая о том, что они вам делают. Хорошо, я хочу сделать здесь следующий шаг. Наконец, братья, и так заметьте, здесь он сказал, мир Божий, который превыше всякого ума, или всякого понимания, соблюдет сердца ваши, и помышления ваши, соблюдет ваш дух и ваш разум. Он соблюдет, сохранит ваш дух и ваш разум. Но вам придется принять это решение. Я буду разбираться с этим в молитве. Я буду разбираться с этим в хвале Божьей. Я хочу наполнять свои уста хвалой, а не беспокойством, раздражением и заботой. Я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели. Я хочу, чтобы вы сейчас начали считать про себя от одного до десяти. Начинайте. А сейчас громко скажите мне свое имя. Что случилось с вашим счетом? Он остановился. Не так ли? Почему? Потому что вы были сотворены Богом, быть подобными Ему. И ваш разум должен остановиться и послушать, что говорят ваши уста. и это духовный ключ и секрет. Если вы этому научитесь, как только эта мысль начинает прокладывать себе путь к вашим устам, как только она проскакивает, не пытайтесь сражаться с нею другой мыслью. Нет, 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 нет. Не сражайтесь с мыслями мыслями. Сражайтесь с мыслями словами, словом Божьим. Вы приняли решение. Я буду разбираться совсем не своим разумом, а словом Божьим в молитве, в благодарении, в прошении, в слове Божьем. Аллилуйя. Я буду контролировать свой разум. И посмотрите. Он сказал, что когда вы это делаете, вы приняли это решение. Заметьте следующее. Посмотрите, что он сказал здесь делать. Наконец! Что только истина. Ну, скажу вам, брат Копланд, это истина, то, что сказала обо мне та сестра. Подождите минутку. Давайте посмотрим, по-прежнему ли оно отвечает необходимым требованиям. Что только честно, что справедливо, что чисто, что любезно. Мы только что избавились от того, чтобы даже думать о том, что она вам сделала или что она про вас сказала, поскольку это не было любезно. Это не было достославно. Это не было истина. Если это было истина, возможно, вам следует исправиться и сделать что-то на этот счет. Но это была просто какого-то рода нетерпимость. Какая разница? Вам придется разбираться с этим, молясь, прося и благодаря за нее. Вы не будете думать о том, что она сказала. Вы не будете зацикливаться на том, что они сделали. Вы не будете зацикливаться на том, чего вы не можете. Вы не будете зацикливаться на всем том, чего у вас нет, всем том образовании, которого у вас нет, всех тех возможностях, которых у вас никогда не было. И вы злитесь на своего отца, потому что он жил не в том районе. Да. Но со мной жестоко обращались. Это последнее, о чем вам следует думать. Отбросьте это. Это убивает вас. Тот человек, который жестоко с вами обращался, возможно, уже умер. Но это по-прежнему работает против вас. Дьявол по-прежнему использует это в вашей жизни. Это не что-то хорошее, это не что-то любезное, не что-то достославное, не что-то честное. Поэтому не думайте и не помышляйте об этом. Я просто не могу ничего с этим поделать. Не лгите мне. Вы ничего с этим и не делали. И я не сказал, что это легко. Брат Коплант, я не лгал. Все отлично от этого слова является ложью. Здесь говорится, что вы можете это делать. Аминь. Вы можете это делать. Можно начать прямо с сегодняшнего дня. И он сказал, и, и, мир Божий, целостность Божья, которая просто выходит за пределы вашего понимания, будет защищать ваш разум и ваше сердце. Аллилуйя. И пройдет не так уж много времени, как эти мысли исчезнут. Их не будет. И их не будет. Они будут удалены оттуда. Там будет возведена Божья защита. Там будет возведен круг. Ограда Божья посредством крови Иисуса. Силы. Имени Иисуса и Слова Божьего. И ваш дух будет натренирован. Ваш разум будет натренирован. И это все будет удалено от вас. Аллилуйя. Так что оно будет вне вашего поля интереса. Для вас это больше не будет представлять никакого интереса. И что тогда приходит? Радость. Сила Божья. И теперь вместо того, чтобы думать о том, как с вами жестоко обращались, вы начинаете думать об Иисусе. Вы начинаете думать обо всем том, что принадлежит вам в Боге. Обо всех этих хороших вещах. Аллилуйя. И вы начинаете свидетельствовать и приводить людей к Иисусу. И вы постоянно об этом думаете. Вы приходите к тому, что просто ходите и смеетесь. Слава Богу. И где это начинается? Это начинается, когда вы открываете утром глаза, и вы приготовляете себя в том, что касается вашего тела, вашего разума, вашего духа, и наполняете свои уста благодарением и хвалой, и приготавливаетесь к наступившему дню, и начинаете стремиться к цели, к почести Вышнего звания. Аллилуйя. Начинайте стремиться на глазах у дьявола. И дьявол скажет, о, Боже мой, он снова устал. Я устал с ним играть. Обращайте дьявола всегда в бегство. Постоянно бейте его. Постоянно. Боже мой. Просто бейте его. Все-все-все-все-все-все-все. Иисус сказал, «Итак, послушайте это. Подумайте о том, как это вписывается в то, о чем мы говорили. Говоря о деньгах, собственности, доходе, исцелении, имуществе, освобождении, что бы это ни было, все, что было куплено кровью Иисуса, является вашим». Поэтому послушайте, как Иисус об этом сказал. Он сказал, «Поступающий по правде, или истине?» Иаков сказал, «Вера без дела мертва». Он сказал, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Примите решение. Я буду это делать. Я буду это делать до конца моей жизни. Иисус сказал, «Поступающий по правде идет к свету». Откровение Его Слова просвещает, приносит свет. «Итак, послушайте, что сказал Иисус. Дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны, или соделаны Богом». Это не основывается на вашем образовании, это основывается на том, что вы поступаете по Слову Божьему. Аминь. Давайте закончим следующим. «Размышляйте над этими вещами». Восьмой стих. «Итак, Он сказал здесь думать или помышлять только об этом». Если приходит какая-либо мысль, которая не подходит под этот список, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог целостности, Бог преуспевания, Бог того, когда все на месте, ничего не сломано. Бог целостности. Бог будет делать что? Он будет с вами. Не просто в вас, но с вами. С вами. Кто-то с вами. Вы это знаете. Если кто-то приходит и говорит, «Брат Копланд, я с вами до конца в этом». Что ж, слава Богу. Что, если бы Бог пришел и сказал, «Эй, парень, я с тобой до конца в этом деле». Но тебе придется делать это. Тебе придется быть послушным этому. Вы заметили, что он не сказал, «Я настойчиво советую». Это заповедь. Это повеление от Бога. Если вы хотите получать такие результаты, вам придется это делать. Аминь. Мы можем сейчас обратиться к нескольким местам Писания. Но я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея. О, скажу вам. Люди читали это, и читали это, и читали это, и читали это, и читали это годами. Я не знаю. Это как-то пролетало мимо них. И никто в действительности. Я слышал, как люди учили на основании каждого из этих стихов. Но так никогда и не как то, о чем проповедовал сегодня брат Доллар. То, что он говорил сегодня об этих девах. Вы не слышали, чтобы кто-то об этом проповедовал. И это суть того, о чем говорил Иисус. Люди учили о многих вещах, которые как-то соприкасаются с этим. Но не о сути. Потому что никто не считал, что у вас должно что-то быть. Итак, заметьте, что Иисус сказал в 6 главе Евангелия от Матфея, начиная с 24 стиха. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и деньгам. Слово «мамона» означает «деньги». Он не сказал «вы не можете иметь деньги и служить Богу». Он сказал «вы не можете служить деньгам». И после этого он говорит вам, как служить Богу и не служить деньгам. Но он также говорит вам, как принимать от Бога больше того, что было у Соломона. Оу! У Соломона было много всего. Но у нас есть что-то лучше того, что было у Соломона. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Иисус сказал «не заботьтесь даже не думать об этом». Брат Копланд. Он сказал «не думать об этом». Ну вы должны немножко об этом думать. Тогда бы он так и сказал. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Отец ваш небесный питает их. Благодать по вере, что было по милости. По благодати. Это по милости. По благодати. Хорошо. Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Он сказал «почему вы даже думаете об этом?» Ну, брат Копланд, вы должны об этом думать. Нет. Посмотрите на полевые лилии. Как они растут. Не трудятся, не придут. Итак, здесь Иисус дал вам что-то, о чем вы можете думать, помимо вашей одежды. Он дал вам о чем думать. Он сказал «думайте об этом». Затем он сказал «но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них». «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас». Он сказал «полевая трава, полевые лилии, одеты в большую славу, нежели Соломон». И Бог хочет одевать вас не просто лучше, чем Соломона, а даже лучше, чем полевые лилии. Он хочет, чтобы у вас все это было. Но не тратьте свое время, думая об этом. Тратьте свое время, думая об этом. Итак, не заботьтесь и не говорите. Именно так вы принимаете какую-либо мысль, говоря ее. Поэтому не принимайте мысль, говоря, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Он в буквальном смысле очертил здесь кое-что. Он сказал «этого ищут язычники». Язычник – это кто-то, у кого нет завета с Богом. Вот кто такой язычник. Это не означает «не иудея». Это означает «кого-то, у кого нет завета с Богом». Прочитайте 2-ю, 3-ю главы послания к Ефесянам, и они вам все это объяснят. Там говорится «вы были язычниками, но теперь во Христе Иисусе ». Но что говорит Иисус? То, чего ищут язычники, то, что они делают, то, что они говорят, то, чего они ищут. Вы даже не думайте об этом. Даже не думайте об этом. не думайте об этом. Ну, брат Копланд, но... Только не начинайте все эти «но». Я потратил целый день, говоря вам о том, что вам делать со своими мыслями. Или же я впустую потратил свое время, разбирая 3-ю и 4-ю главы послания к филиппийцам? Нет. Итак, что здесь происходит? Посмотрите, что он сказал. «Ищите же прежде Царства Божьего и правды, или праведности Его, и это все приложится вам». А потом он снова повторил. «Не заботьтесь, не думайте о завтрашнем дне. Как я выберусь из этого? Как я выберусь из того? Как я выплачу кредит за машину? Как я выплачу кредит за дом? Что я буду делать? Если они сделают это, мне придется сделать то. А если я сделаю то, они сделают это. И я... И так далее, и тому подобное. Завтрашний сам будет заботиться. Думать о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Не тратьте впустую свое время. Волнуясь о завтрашнем дне. Он сказал, «Даже не думайте о нем». И он сказал вам, о чем думать? Вкладывайте Слово Божье в свои уста и в свой разум. Если у вас возникают с этим трудности, просто начинайте думать о полевых лириях, слава Богу, и как Бог их всех одевает. Аминь. И как Бог заботится о своих, и как Бог любит вас. И очень скоро вы придете в такой восторг. Вы начнете бегать повсюду, славя Бога. И в то время, как вы это делаете, вы открываете двери для того, чтобы Бог прилагал вам все это. Если же вы начинаете говорить, «У меня этого нет, я не могу это получить, у меня никогда этого не будет, в конце концов, я этот, я не тот», вы закрываете двери для того, чтобы Бог прилагал и умножал что-то в вашей жизни. Он дает семя сеющему, хлеб в пищу, и он умножает посеянное семя. Понимаете? Но когда из ваших уст начинает выходить что-то другое, вы закрываете двери для этого. И теперь вы не только низвели себя до того, что вы можете делать или чего не можете делать, но Иисус также сказал, что дьявол заберет у вас даже то малое, что у вас есть. Потому что вы остановили работу Слова Божьего. И он украдет это. Он украдет это. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы прославляем и благословляем Тебя во имя Господа Иисуса. Господь, мы верой принимаем помазание Божье. Мы принимаем помазание точно говорить это Слово, так как Ты дал его мне. Чтобы люди точно его слышали. И вместе мы открываем свое сердце и разум, чтобы слышать откровение с небес. Слова Которые приносят на землю небеса. И мы благодарим Тебя. И мы скоро на то, чтобы воздать всю хвалу, честь и славу удивительному, бесподобному, сильному имени Иисуса. И мы благодарим Тебя за это от всего нашего сердца во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Откройте сегодня вместе со мной свои Библии. Мы говорим о том, чтобы называть несуществующее, как существующее. Мы не называем существующее таким, какое оно есть. Если вы так делаете, тогда это нечему изменить. Аминь. Вы просто продолжаете поддерживать все в том состоянии, в котором оно есть. Фактически, откройте сейчас третье послание Иоанна. неизвестное место Писания. Но мы ошибались, лишь читая один стих. Он часть текста. Третье Иоанна 1. Старец, возлюбленному Гаею, которого я люблю поистине, или в истине, в Слове Божьем. Это пишет не какой-то начинающий проповедник. Это пишет старец, старейшина Иоанн, тот человек, которому Иисус поручил заботу о своей матери, когда висел на кресте. Для меня это серьезное дело. Возлюбленный, молюсь. В одном переводе Библии говорится, молюсь превыше всего. Будь это какая-то просто игра слов, будь это просто какое-то выражение, это не было бы Святым Писанием. Если он сказал, я молюсь превыше всего, то это муж Божий. Он не разбрасывается словами. Он молился превыше всего, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо, и так, видите, это означает, что первое связано со вторым. Ибо, я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в Слове Божьем. Для меня нет большей радости, если он сказал, для меня нет больше радости, значит, для него нет больше радости, поскольку это написано под вдохновением Духа Святого в глазах Божьих. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в Слове Божьем. Итак, он говорит о том, чтобы преуспевать так, как преуспевает душа ваша. Преуспевать духовно, преуспевать интеллектуально, преуспевать физически, в своем физическом теле, в своих физических обстоятельствах и окружении, преуспевать в своих финансах. Еврейское слово «шалом», которое каждый еврей каждый день использует в своей жизни, когда приветствует кого-то, спрашивая, «Как ваш шалом?» И главная лингвистическая школа в Иерусалиме, которая учит англоязычных людей ивриту, в их учебнике написано, что лучшее определение этого слова «шалом», которое в Писании переведено как «мир», «целостность», оно переводится как «преуспевание», «полнота», а «завершенность». Там сказано, что лучшее его определение это «все на месте, ничего не сломано». И люди, состоявшие с Богом в завете, всегда верили, что Бог не хотел, чтобы в нашей жизни что-то было не на месте или сломано. Иисус пошел на крест, чтобы заплатить за это. И затем мы пришли и сказали, что Он хотел, чтобы мы были разбитыми, что Он сделает нас больными, или что мы должны быть нищими. Вам не нужен завет для того, чтобы быть нищими. Вам не нужно вступать с кем-то в завет для того, чтобы заболеть. Это вы и сами можете сделать. Вам нужен завет для того, чтобы оставаться здоровыми. Вам нужен завет, чтобы стать здоровыми физически, финансово, умственно. Он сказал, «Как преуспевает душа твоя». Поэтому, если вы накапливаете деньги, но ваша душа по-прежнему нищая, вы получаете кого-то, кто находится под влиянием духа нищеты. С деньгами. И такие люди совершают ошибки с деньгами. Они делают с ними неправильные вещи. Деньги сами в себе обретают ценность. И в вере, в Боге, деньги сами по себе не имеют никакой ценности. Это просто бумажки. Даже серебро и золото – это просто два разных вида металла до тех пор, пока они не обменены на товары и услуги. До тех пор, пока они не начинают благословлять кого-то. До тех пор, пока они не начинают работать на кого-то. До тех пор, пока они не начинают помогать кому-то. До тех пор, пока они не начинают быть частью лучшей жизни. Как только вы применяете к ним страх, вот тогда деньги становятся ценными сами по себе. Это дух нищеты. Вы меня слушаете? Брат Кейт Мур сказал, «Хорошо, давайте пройдем тест на дух нищеты». Вы собираете все пакеты, в которые упаковывают хлеб? Знаете, есть люди, которые это делают. Вы собираете эти маленькие пластиковые зажимы с этих пакетиков. Вы не выбрасываете баночки из-под маргарина? Нет, ничего такого, если кто-то хранит баночку из-под маргарина или взбитых сливок. Да, это красивые баночки. Но когда вы открываете шкафчик, и оттуда вываливаются, все эти баночки, когда они повсюду... Начните избавляться от некоторых из них. Боже мой! За окном не 1932 год. Да. Вы наливаете в душе немного воды в бутылку из-под шампуня, чтобы вымыть из нее эту последнюю каплю. Мы уже даже не будем говорить о тюбике зубной пасты. Сколько маленьких войн велось из-за того, что мама выдавливает из него пасту посередине. Посередине. Что так злит папу. Вы, скряга, купите два тюбика. Пусть женщина выдавливает из него пасту так, как ей хочется. Послужите ей. И скажите, дорогая, я люблю тебя. Угадай, что я тебе купил. Выдавливай из него пасту сверху, снизу, посередине. Возьми нож и разрежь его посередине. Мне все равно. Это твой тюбик. Это все является следствием того, что нам не будет хватать. Нам не будет хватать. О, в один прекрасный день нам не будет хватать. Я знаю. И Бог не говорит нам быть расточительными. Нет. Аминь. Бог не расточителен, но он не экономист. Аминь. Большая проблема возникает тогда, когда вы чувствуете себя виноватыми из-за того, что вы бросаете эти баночки из-под маргарина. Когда вы чувствуете себя виноватыми из-за того, что, знаете, раньше, я уже много лет их не видел, но раньше на консервах сардинами крепились такие маленькие штучки, похожие на ключ. И были люди, которые откручивали эту штучку от крышки, консервов сардинами, крепили ее на конец тюбика зубной пасты и вы не забудете сегодняшнюю проповедь. Особенно, если вы начинаете испытывать чувство вины по поводу этого, если вы сейчас на меня злитесь, вы будете удивлены тому, как многих людей это задевает и обижает. Кейт сказал мне тогда, после того, как мы закончили запись той передачи, «О, вы получите письма на этот счет». Он сказал, что были люди, которые из-за этого так сильно на него разозлились. Для нас это довольно глупо. Но вы окунаетесь в вещи Божьи и в Слово Божье и начинаете воевать из-за самых глупых вещей. И это всегда, не иногда, а всегда дух заблуждения. Вы можете даже не быть заблуждением, но этот дух пытается втянуть вас в него. Аминь. Были люди, которые так на меня злились. Они стояли там, и все их лицо ниже глаз просто подергивалась и ходила ходуном. Они были то одного цвета, то другого. Им просто хотелось наброситься на меня. Одна женщина пыталась схватить меня и выцарапать мне глаза. И ее мужу пришлось схватить ее вот так и оттащить ее назад, потому что Духом Святым я сказал ей, что обкрадывало ее жизнь. Это настолько ее разозлило, что она хотела убить меня. Это то, что произошло с Иисусом. Помните, Он сказал наиболее религиозным людям тех дней. Он им сказал «Ваш отец дьявол, вы лжете, как он, вы поступаете, как он, и вы бы убили меня, если бы могли». И все, что он сделал, это сказал истину. И они хотели убить его. Разве это не что-то? Как только вы это заметите и обнаружите, сразу же остановитесь, как если бы вы зашли на кухню и увидели, как в дверь со двора заползает американская гремучая змея. Вам лучше выбросить эту змею из своего дома. Вам лучше удалить этот гнев и этот дух, который его вызвал или который пытается заставить вас поддаться ему. Вам лучше вышвырнуть его за дверь, потому что он опаснее, чем эта змея. Он убьет ваших детей, он убьет вашу семью и он там именно для этого. Хорошо. Аллилуйя. Вы начинаете злиться на своего пастора из-за того, о чем он проповедовал. Вам лучше дать пощечину не ему о себе, даже если он проповедовал что-то настолько неправильное, что его нужно вытолкать вон из города. Вы не его судья. Если он начинает заставлять вас злиться на него, дьявол использует вас на другом конце, пытаясь заставить это работать. Просто остановитесь, прославьте Бога и скажите, я не призывал его проповедовать во имя Иисуса, я люблю этого человека, мне все равно. даже если он выйдет проповедовать в воскресенье утром в спортивных трусах. Я люблю его. Мне не нравится то, как он поступает, но я люблю его. Я не собираюсь его осуждать. Я не собираюсь наскакивать на него из-за чего-либо подобного. Дьявол не планировал, что вы так скажете. Аллилуйя. Аминь. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Аллилуйя. Хвала имени Господа Бога. Давайте встанем. Писание говорит, «Ибо мы, живя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы или рассуждения и всякое, 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 не 25% их, всякое, всякое превозношение, восстающее против познания или знания Бога. это превозносящиеся мысль, мнение или представление в вашем разуме, восстающее против вашего знания Бога. Вы знаете, что Бог сказал, «Ранами Его вы исцелились». Вы знаете, что Он это сказал. И вы лежите в кровати, и ваш разум говорит, «Да, но что, если это для меня не сработает? Это может для меня в этот раз не сработать. Я раньше уже молился и ничего не получил. А что, если в этот раз я ничего не получу? А что, если от этой болезни можно умереть? Что я буду делать? Что я буду делать? Вам лучше не спровергнуть это. Это украдет из вас образ. Это украдет из вас надежду. Это разрушит веру, которая уже была вложена внутрь вас. И когда это происходит, «Сатане удалось украсть Слово Божье». Пленяем всякое помышление в послушание помазанному и его помазанию. Всякое помышление. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность или на внешний вид ли смотрите? Это то, что Он сказал. Вот откуда это приходит. Да, но просто посмотрите на это. Лучше не смотрите. Однажды я выключил в комнате свет и направлялся в спальню. И у нас была большая старая скамейка для ног, что-то вроде атаманки. Я не знаю, как она оказалась у меня на пути, но было темно. И я налетел на нее. Я просто ударил по ней ногой. Мой палец на ноге. Я слышал это. И я, конечно же, это почувствовал. О, я сказал, слава Иисусу, во имя Господа Бога Всемогущего я исцелен от макушки головы до подошвы моих ног. Я прославляю Бога, потому что прославление Бога это воля Божья во всем. о, мне было больно. О, я сказал, о, Господь Бог, помоги мне, Иисус. Спасибо тебе, Иисус Аллилуйя. Хвала имени Иисуса. И это была первоклассная возможность выругаться по полной программе. И без слова Божьего во мне именно это бы я и сделал. Неважно, насколько вы рождены свыше. Вы будете это говорить. Вы будете говорить некоторые вещи. Да. И я просто продолжал прославлять Бога. Я сказал, о, Господь Бог, аллилуйя. Я лягу спать верой. Слава Богу, аллилуйя. О, мне больно. И что самое первое? Я имею в виду, что боль была настолько сильной, настолько сильной, что просто побуждала меня сказать, Глория, Глория, проснись. Неужели тебе все равно, что я сломал палец? Говорю тебе, я верю, что я сломал свой... Послушайте, что вы говорите. Я верю. Хорошо. В кровати мне стало легче. На следующее утро, только я отбросил угол одеяла, дьявол как будто бы стоял прямо там. У меня над головой. Почему бы тебе не нагнуться и не посмотреть? Исцелился ли твой палец? Почему бы тебе не посмотреть? Почему бы тебе не посмотреть? Почему бы тебя не почувствовать? Не посмотреть, не почувствовать, не посмотреть? Не это является для меня доказательством. Я не смотрю на подобного рода вещи. Я говорю вам, вы уже до этого должны быть решительно настроены и должны сделать соответствующее посвящение, иначе вы будете на это смотреть. Поэтому я закрыл глаза, встал с кровати. О, мою правую ногу как молнии прострелило. Я закрыл глаза. И я приоткрыл их лишь настолько, чтобы видеть, куда идти. И дьявол сказал, твой палец весь черный. Я сказал, что ж, у моего чернокожего друга все пальцы черные. Никогда не отвечайте так, как он хочет, чтобы вы ответили. Это ничего не значит. Я подошел к ящику комода с носками, взял свои носки. Почему бы тебе не посмотреть на этот палец и не увидеть, какого он цвета? А мне не важно, какого он цвета. Я надел носки, туфли, пошел, взял свою Библию, оделся, взял свою Библию и прочитал все свои места Писания об исцелении. Слава Богу. Я зашел на кухню. Глория уже была там. Сказал, знаешь, Глория, Иисус сказал, когда был на земле, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он также сказал, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Она сказала, я соглашаюсь с тобой во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. Я сказал, я исцелен, и мой палец здоров. Говорю вам, вас так и тянет завести разговор об этом пальце. Я раньше это делал. Я срывался и делал это. И говорил об этом три дня, прежде чем осознавал, ты глупец, ты губишь свою ногу. Глория не будет этого делать. Она настроена немного решительнее, чем я. Больше всего решимости в этих вещах я научился от Глории. Она как-то раз мне сказала, требуется в точности столько же времени, чтобы быть вере или же быть неверией. Да, это верно. В то утро у меня была назначена встреча с одним человеком. Я отправился в его офис. Там за столом сидела девушка. Я подошел, представился и сказал, что у меня назначена встреча. Она сказала, да. Он на месте? Да. Подождите несколько минут. Я ответил, спасибо. Я сказал, вы знаете, что когда Иисус был на земле, Он сказал, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Она так. Я пояснил, сегодня между двумя и тремя часами ночи я сломал палец на ноге. Но говорю вам, во имя Иисуса, хвала живому Богу. Ранами Его я исцелился, и я верю, что получаю. Когда я помолился сегодня в 2.30 ночи, я поверил, что получил. Я поверил, что получил. Когда встал сегодня утром, и к тому времени, как я дошел до этого, она уже искала возможности убежать оттуда. И сказала, извините меня, пожалуйста. Я сказал, да, вы можете идти, все в порядке. Она встала. А я просто исповедовал то, во что я верил. Боже мой. Именно так вы контролируете свой разум, не спровергая замыслы. Не судите о чем-то по внешнему виду. И мне сказали, он там, около одного из ангаров. Или около чего-то еще, неважно. Я ответил, хорошо. Я вышел, сел в машину. Моя нога болела. Я сказал, о, слава Богу, аллилуйя. Так замечательно все преодолевать. Быть чемпионом Божьим, аллилуйя. Я благодарю Бога за мое исцеление. Слава Богу, я исцелен. И я здоров. Я просто благодарю Бога за это. Я прославляю Бога за это. Я проехал через аэропорт к тому месту, где он был. И к тому времени я думал уже о том человеке. Я не думал о своей ноге. И когда я открыл дверь машины и вышел из нее, когда я стал ногой на землю, в ней, как сейчас, не было никакой боли. Я просто воскликнул, о, слава Богу, да, аллилуйя. Аллилуйя. Прямо там, на той площадке перед ангаром. Извини, брат, но я просто, о, слава Богу, аллилуйя. И что бы то ни было, вкладывайте в свои уста Слово Божье. Начинайте исповедовать его. Я не спровергаю тебя, ты замысел. Я пленяю тебя. Я исцеленный, я благословленный, я богатый в Боге, аллилуйя. Мои счета оплачены. Независимо от того, похоже оно на то или нет. Я свободен от долгов. Слава Богу. Скажите это. Я больше ни одного дня своей жизни не буду банкротом. Мой Бог восполняет мои нужды. Не по этому миру. А по своему богатству. В славе. Христом Иисусом. Он мой Господь. Он мой Спаситель. Аллилуйя. Я верующий. Я не сомневающийся. Я силен в Господе. И в силе Его могущества. У меня есть Его мудрость. У меня есть Его жизнь. У меня есть Его дух. У меня есть Его имя. У меня есть Его кровь. И небеса являются моим домом. Вы звучите для меня, как богатые. Аллилуйя. Хвала Господу. Хвала Господу. Давайте просто поднимем руки и прославим Его. Хвала Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Благословите имя Господа. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы прославляем Тебя за Него. Мы приступаем к Нему с ожидающими сердцами. О, Господь, Ты благословил нас на этой конференции откровением с небес. И оно течет, как река. Мы просто прославляем и благодарим Тебя за Него. И мы позволяем этому потоку течь еще сильнее сегодня. Слава Богу, во имя Иисуса. Мы принимаем Его. Мы воздаем Тебе хвалу и честь за Него. И мы в полной мере ожидаем славных результатов. И мы прославляем и благодарим Тебя. И воздаем Тебе всю славу. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. А вы можете садиться. Аллилуйя. Давайте сегодня снова откроем наши Библии на послание к филиппийцам. Мы уже разбирали его. И мы вернемся здесь к некоторым вещам. Аллилуйя. Аллилуйя. Помните? Мы уже говорили об этом. Помните, чем Иаков назвал записанное Слово Божье? Как только было принято решение исполнять его и поступать по нему, помните, чем он его назвал? Совершенным Законом Свободы. Аллилуйя. Аллилуйя. Вам это нравится? О, мне это нравится. И каждый раз, когда дьявол приходит и пытается говорить вам, в этот раз ты этого не получишь. Нет, 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 нет. Это не будет для тебя работать в этот раз. Просто скажите ему. И позволь дьяволу тебя кое-что спросить. Когда я проснулся сегодня утром, разве земное притяжение не продолжало по-прежнему работать? Когда я проснулся сегодня утром, разве законы Божьи не были по-прежнему в действии? Что ж, скажу тебе. Я имею дело с Совершенным Законом Свободы. Аллилуйя. И мне не нужно это обретать. Более того, Иисус уже приобрел это для меня. Аллилуйя. Просто надавите на дьявола и скажите. Позволь мне, дьявол, тебе напомнить о другом законе. Я противостою тебе. И ты убегаешь. Это то, что говорит Библия. Аллилуйя. Более того, в это вовлечен процесс. Я буду говорить с вами сегодня о том, как ежедневно вести себя. Я хочу оговорить следующее. Даже прежде, чем мы прочитаем это местописание. Не вам нужно отметить это для себя. Чтобы вы не поняли это неправильно. Просто самого по себе откровения от Бога недостаточно, чтобы получить результаты. То, что вы получаете из слова Божьего, начинается с откровения. Но вы должны стать исполнителем этого откровения. Вы должны стать исполнителем этого откровения. И это удивительно. Знаете, в большинстве случаев откровение приходит на собраниях. Именно поэтому Писание и говорит не оставлять собрания, когда вы собираетесь вместе. И когда вы оказываетесь на такого рода собраниях. И говорю вам, слово Божье начинает течь. Начинают приходить ответы, которые вы пытались получить, и над которыми бились не один день. И вы, возможно, даже не думали об этой проблеме. Нет. Вы сидите здесь и думаете о слове Божьем. Фактически, Бог в такой ситуации поместит вас в правильное место. Так, чтобы Он мог начать питать вас и заставить вас перестать думать об этих проблемах. И именно тогда приходят на них ответы. Есть процесс, который вовлечен в то, чтобы жить и ходить верой ежедневно, изо дня в день. Вы приезжаете на подобного рода собрания. Ой, помазания и откровения текут. И вы поступаете по Слову Божьему практически так же быстро, как оно проповедуется. И вы поступаете по нему, и приходит результат. И оно как будто все в одном наборе. Вы принимаете, вы поступаете, вы говорите, вы в этом. И результаты приходят прямо во время этих собраний. Но наступает понедельник, наступает понедельник. И когда вы остаетесь, как это лучше сказать, остаетесь сами по себе, когда вы уже не там, где работает совместная объединенная вера, когда вы уже не там, теперь вам придется начать иметь дело со своим разумом. Ваш разум пытается снова начать управлять вашей жизнью. И он напоминает обо всей ерунде, которую вы должны делать. Целый день. Все, что угодно, только не Слово Божье. И достаточно всего нескольких дней, чтобы это откровение начало ускользать. И Слово Божье говорит, что вам нужно осознавать, что когда оставленные нам обетования начинают ускользать, вы их теряете. В третьей и четвертой главах послания к римлянам. Мы обратимся к ним позже, если у нас останется время. Это всплывет позже. Но апостол Павел сказал, что все поколение, это из третьей главы послания к евреям, он сказал, что все то поколение пало в пустыне, потому что они не растворили верой то откровение, которое они услышали от Бога. Поэтому пришло поражение. И затем он сказал, мы не должны этого делать. Поэтому если он предупреждает нас об этом, значит в этой сфере есть проблема. Верно? Есть возможность потерпеть поражение, даже несмотря на то, что вы получили откровение от Бога. Даже несмотря на то, что вы знаете, что это истина. И вы приехали на подобного рода собрания и выдавали, 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 давали, давали, пока чуть ли последнюю рубашку не отдали. И вы были рады это сделать. Вы делали это не потому, что кто-то выколачил из вас эти деньги, а потому что текло откровение от Бога, и вы действовали, и что-то происходило. Но в середине следующей недели вы смотрите вокруг и задаетесь вопросом, где мои деньги? Интересно, почему Бог не приводит этот урожай? Интересно, почему он не приходит? Вы даже не должны об этом думать. Что я буду носить? А что я буду есть? Я отдал все свои деньги на той конференции. Бог сказал, что вы даже не должны об этом думать. Иисус сказал, нет, это не ваше дело. Отец ваш небесный знает, что вы сделали. Он знает, в чем вы имеете нужду. Он уже купил и заплатил за это. Но до тех пор, пока ваши мысли являются двигателем вашей жизни, если вы не управляете своими мыслями, а ваши мысли управляют вами, до тех пор, пока ваши мысли управляют вами, они будут против Бога. Против Бога. Вы меня слушаете? Ваш разум начинает управлять вами. Он начнет говорить, где ты это получишь? Как ты это получишь? Откуда это придет? В чем сейчас дело? Почему это не работает? Уверен, это работает для того-то и того-то, но это не работает для меня. А те на другом конце города думают то же самое. Но это то, что делает дьявол. Это его работа, и он работает сам на себя. Именно это он и делает, чтобы красть, убивать и губить. Итак, в Слове Божьем есть процесс, не только чтобы контролировать это, но чтобы развернуть все на 180 градусов и устремиться вперед. Поэтому давайте прочитаем, начиная снова с 3 главы послания к филиппийцам. 13 стих. Вы помните, апостол Павел перечислил здесь все то, на что он раньше полагался в своей жизни, чтобы достичь успеха, духовного успеха, умственного успеха, финансового успеха. Он полагался, фактически, он полагался на то, что он родился евреем, он полагался на то, что он был из колена Вениаминова, он полагался на то, что он получил образование фарисея, он всю жизнь учился ходить в этих вещах. Понимаете? И апостол Павел думал, что у него все было хорошо. И пытаясь добиться успеха у Бога, он полагался на тот факт, что он убивал христиан. И я скажу, что он взял это не от Бога. Аминь. И позже апостол Павел это понял. Но вы видите, куда все это может вас завести. Он полагался на то, что все это поможет ему добиться успеха в жизни. И Иисус предостерег нас от того, чтобы мы уповали на деньги, уповали на свой разум, уповали на свою плоть. Слово Божие говорит, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, на твое понимание. Слово Божие говорит, помышления плотские, суть смерть. А помышления духовные, жизнь и что? Жизнь и что? Хорошо, как переводится? Мир. Целостность. Целостность. Все на месте. Ничего не сломано. Аллилуйя. Скажу вам, именно к этому мы и стремимся, не так ли? Понимаете? Чтобы помышлять духовно. Вы не будете помышлять духовно случайно. Вы не будете помышлять духовно в понедельник, если только не примете соответствующие решения. Вы не будете делать этого во вторник, если только не примете соответствующие решения. Вы не будете это делать ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Ни в какое другое время. Неважно, даже если вы постоянно ходите в церковь. Вы не будете помышлять духовно, если только не решите это делать. Вы начальник над своим разумом. Вы даже спасение приняли только тогда, когда решили это сделать. И Библия говорит, что праведность сошла на всех людей. Но только когда вы решили сделать Иисуса Господом в вашей жизни, решили, что Слово Божие было право, вы решили, и Бог довел это до завершения. Итак, вот этот процесс. И вот как он работает всегда. Вы говорите, ну, я жду, что Бог приведет мне мой урожай. Нет, Бог дает умножение. Вы должны пожать его. Понимаете? Вы посеяли семя. Бог дает умножение. Вы пожинаете урожай. Итак, давайте начнем еще раз. Помните, Павел сказал, что все это он почел щитою. Он просто отбросил все это. 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только...» Он сказал, вот что я делаю. Неужели вы не знаете? Неужели вы не знаете, что для него это было трудно? Посмотрите, что Богу пришлось сделать, чтобы привести апостола Павла к рождению свыше? Сбросить его с лошади, ослепить его на три дня, заставить его молчать. Почему? Почему? Это было трудно для человека с таким образованием, и человека, который... Иисус сказал, трудно богатому перестать уповать на деньги и начать уповать на Божий путь того, как он все делает. Потому что вы должны начать уповать на что-то, чего вы не можете видеть, особенно в самом начале. Поэтому это действительно о чем-то говорит, когда апостол Павел сказал, «Я не почитаю себя достигшим, а только...» «А только...» «Я достиг, я понял одно...» «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь...» «Вперед...» «Стремлюсь вперед...» Боже мой! Вы знали, что это отчасти относится и ко всему хорошему, что было в прошлом? Не только к плохому. Слава Богу! Забывая все, впереди есть что-то большее. Итак, что сказал апостол Павел? «Я забываю...» «Я стремлюсь...» Вернитесь на секунду назад. «Я забываю...» «Я простираюсь...» «Я стремлюсь вперед...» «Я забываю...» «Я простираюсь...» Что вы делаете, когда вы простираетесь? Когда вы простираетесь, задумайтесь об этом. Вы сидите за столом, и вы хотите взять фасоль, но она стоит на другом конце стола. Что вы должны сделать, если вы простираетесь? Тянетесь за ней. Вы не можете достать ее рукой, оставаясь в том же положении, в котором вы сейчас сидите. Вам придется изменить свое положение. Вам придется либо встать, либо пойти что-то сделать. Вам придется пойти дальше того, что вы на данный момент делаете. Фактически, апостол Павел говорит, «Выйдите из этой зоны комфорта и устремитесь туда». Слава Богу! Аминь! «Простритесь!» «Я забываю...» Учиться и ходить в вере в отношении того, чтобы сверхъестественно забывать... Это стоит одним из первых пунктов в списке того, что вы действительно должны научиться делать. Если вы собираетесь быть успешными в этой жизни, вам придется научиться это делать. Вот и все. Забывать. Ну, я могу простить, но я не могу забыть. Нет, вы не простите. Если вы не можете забыть, вы снова к этому вернетесь. Аминь. Ну, я просто не знаю, как... Я это знаю. Именно поэтому я вас всему этому и учу. Поэтому не начинайте сейчас напирать на меня. Апостол Павел сказал, «Я забываю, и затем я простираюсь, и я стремлюсь...» Что это значит, что он стремился? Он простерся и ухватился за эту миску с фасолью. Но эта миска оказалась слишком тяжелой. Что мы теперь будем делать? Так или иначе, я достану эту миску с фасолью. Аминь. Я устремляюсь за ней. А теперь отсюда давайте вернемся к... Нет, нет. Спасибо тебе, Господь. Давайте обратимся к пятой главе первого послания Петра. Мы сделаем следующий шаг. Первым делом мы должны разбираться с тем, что касается того, чтобы забывать. Потому что в действительности это то, что дьявол делает больше, чем что-либо другое. Он напоминает вам. Он напоминает вам снова, снова и снова. Итак, пятая глава первого Петра, пятый стих. «Также и, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиреномудрием» или «смирением». Скажите прямо сейчас. «Я облекаюсь смирением». И то, что религия называла смирением, вообще не являлась смирением. Смирение — это не самоунижение. Слово Божие говорит думать о других более или выше, нежели о себе. Оно не говорит думать о себе хуже, нежели вы думаете о других. Оно говорит думать скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил, понимаете? Поэтому я думаю скромно, согласно Слову Божьему. Я рожден свыше. Согласно Слову Божьему, благодарению Богу, у меня есть кровь Иисуса, имя Иисуса. Слово Божье. Аллилуйя. Аминь. Я должен преуспевать. Я должен быть здоров. Кто-то скажет, ну вы просто хвастаетесь собой. Я себя даже не упомянул. Я говорю об Иисусе. Я говорю о Завете, который есть у меня с Богом. Но когда я начинаю назидать вас, я назидаю вас, я служу вам благодатью и назидаю вас. В то же самое время вы назидаете меня. Вы не унижаете себя. И я не унижаю себя. Если мы оба унижаем себя, мы в конце концов будем унижать друг друга. И уже все будут унижены. Бог вообще такого не планировал. И мы сейчас выясним, что в глазах Бога является смирением. Это очень важно. Поэтому по ходу помечайте для себя кое-что. Это что-то, в отношении чего вам придется обновлять свой разум. «Облекитесь смиреномудрием». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, посмотрите на это. Он гордым противится. Если бы он на этом и остановился, нам бы пришлось принимать свое собственное решение насчет того, что такое смирение и гордость. И большинство людей уже приняли такое решение и думают, что знают, что это такое. Хотя их представление об этом весьма далеко от того, что Бог называет смирением и гордостью. «Итак, смиритесь». Хорошо, вот о каком смирении идет речь. «Смиритесь под крепкую руку Божью». «Да вознесет вас свое время». Это на кое-что ответило. Бог не против того, чтобы мы были вознесены. Но Он не хочет, чтобы мы сами себя возносили. Позвольте Ему это сделать. Позвольте Ему это сделать. Если вы позволите Ему это сделать, это будет вовремя. Аминь. Вы это поняли? «В свое время». Это нужно написать большими жирными буквами. «В свое время». Это будет. «Итак, вы смиряете себя под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Другими словами, для того, чтобы быть вознесенными над той ситуацией, для того, чтобы быть вознесенными над тем долгом, для того, чтобы быть вознесенными над тем, что дьявол пытается привести в вашу жизнь, вот что вам придется делать. Вам придется отдать это в Божьи руки. Это ваше неразбериха, это ваши проблемы, это ваша ситуация. И Бог это сделает. Но вам придется отдать это в Его руки. «Возложите». Это и есть «смирить себя под крепкую руку Божью». «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Скажите, «Он печется обо мне». Он хочет, чтобы я избавился от этой заботы. Помните, мы как-то говорили о 4 главе Евангелия от Марка. И Иисус сказал, «Когда Слово Божье смешивается со множеством вошедших забот, это заглушает Слово Божье, и оно оказывается без плода, и вы будете без плода». Вот они, ваши заботы. Это то же самое греческое слово. «Чрезвычайная умственная озабоченность и волнение», и так далее. Итак, где же подключается гордость? Он сказал, «Бог гордым противится». Я позволю вам немного это обдумать. Вы прекрасно знаете, где она подключается. Вы не отпускаете эту заботу. Вы держитесь за нее, оставляя ее при себе. Вы меня слушаете? Видите этот маленький ключ? Он мой. Если брат Батлер подойдет ко мне и скажет, «Мне нужно одолжить твой ключ», у меня его нет. Я не сказал, что никакого ключа не существует, я сказал, у меня его нет. «Я бросил, передал свой ключ Маку. Мой ключ у Мака. Если вы хотите поговорить с кем-то о моем ключе, вам придется разговаривать с Маком, потому что у меня его нет». Хорошо? Разве это не просто? Вы видели, как быстро он отдал мне его обратно? Он мой. То же самое произойдет с вашими мыслями. Беспокойство. То же самое произойдет с вашими счетами, которые вы не могли оплатить. То же самое произойдет со всей той неразберихой, которой вы позволяли управлять вами. Всеми мыслями, которые крутились, крутились и крутились у вас в разуме. Вам придется передать всю эту заботу. Да, это ваша забота. Но передайте, возложите ее на Бога. Он печется о вас. Аминь. Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. И режиссер нашей передачи только что как раз сказал, «Это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять». Но религия является великим обманщиком. Религия говорит, «Ну, смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом». Знаете, это не будет работать. Ну, это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец. И для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру, что является катализатором. Иисус сказал, «Ваши традиции делают Слово Божье неэффективным, устраняют его». Аллилуйя. Итак, «Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лень, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. Я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я и делаю. Но Слово Божье говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению, благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, «Да, но я не верю во все это сеяние». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания к Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Хвала Господу. Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче. Во имя Иисуса, я прошу тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Чтобы Господь не говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Просто напишите нам в миссию Каната Копланда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Станьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь.